всем привет народ и в сегодняшнем видео будет у нас обзор на канон тэйл fs i carbon 5 стоимость его я как увидел это кстати моделька по моему 21 года стоимость было 259 тысяч сейчас если там на авито пошуршать я видел цены разные то есть и 215 тысячи кто-то там за 180 продавал в общем цены разные и разная комплектация здесь конечно уже некоторые запчасти были заменены такая как например кассета то что кассета изначально не помню nx по моему или sx даже стояла сейчас здесь стоит shimano m8100 на там не будет видно потому что она там гаечка где-то далеко в общем в чем прикол по всей комплектации это у нас размер l л к рама у нас соответственно карбон есть функция даже не функция технология сейф это у нас перья а и играют то есть имитация микро подвески из подвески у нас еще это стоит вилка fox stepcast 32 performance с монеткой блокировки на руле то есть вкл выкл то есть два положения и все в принципе то есть она воздушная все больше здесь нету там компрессии или же прочего прочим и снизу есть у нас еще крутилка отскока тормоза здесь установлены shimano mt500 производства малайзия самые наверно ну как самые простые диорки грубо говоря мягко выражаясь в принципе хорошие очень хорошие довольно таки тормоза я считаю я вот сейчас как раз снимаю обзор мне дали этот велосипед прокатиться поснимать вообще посмотреть как он в целом себя ведет на дороге дороге и по ощущениям реально жесткий прям прям вообще прям вообще то есть катит хорошо но и покрышки здесь кстати установлены сейчас полуслик и на асфальте они прям реально летят это у нас шваль бы кто хурикены или харикены все по-разному называют то есть ураган соответственно это 29 колеса обода у нас vtb stx а и 23 которые изначально здесь по моему стояли racing рей или racing ralph я вот точно не помню тоже шваль бы то есть сейчас как бы фирма та же самая и осталась но реально вот по накату прям вообще божественно я так скажу вам летит прям летит далее что по трансмиссии это у нас шатуны труватив стило листайло соответственно каретка даб пресс-фит 30 по моему и что еще могу сказать хорошие вполне себе шатунчики есть на чтобы я наверно заменил бы потом потом что-нибудь по жестче наверно поставить в принципе я сколько проехался вот километров 10 на срем nx это кстати 12 скоростной сколько мифов было и легенд что он пластилина вы там не настраивается он не работает не переключает и так далее не знаю я проехался все четко работает даже с кассетой от шимана цепь здесь стоит nx как мне сказали на цепи нигде не написано что это именно nx просто eagle 430 но это вроде типа 430 то есть nx честно не знаю но работает довольно таки неплохо хорошо по осям сзади 148 boost соответственно 12 миллиметров и спереди 110 на 15 тоже boost хоть и на одном сайте именно на самом сайте канаде написано что вилка fox почему-то 100 миллиметров а они же уже приведен пример что типа вился 110 на 140 48 то есть не знаю как минимум я проставок никаких там не увидел да и вы наверно не видите потому что темно если я даже вот так подсвечу тут тут их нет он то есть втулки самые простенькие на шарик шимановский тут больше ничего такого супер-пупер не скажешь они также из замененных вещей это у нас как я вижу монетка сран джейкс 12 скоростная стоит ну и ручки соответственно mt 500 которые от шимана не здесь у нас ручка соответственно тоже тормозная и монетка блокировки тормозные диски здесь rt 54 собственно вот и сами тормоза мт 500 которые в целом велосипед отличный я так скажу но наверное я не взял такой то что у меня уже есть велосипеды но все равно хоть за эту цену за которую его продавали можно было конечно взять то что вес очень подкупает и сама рама то что рама это основа основ ну и плюс вилка fox это как бы тоже от этого никуда не денешься это классно вилка просто вот как ни крути а так если модифицировать апгрейдить сам велосипед то можно что колеса наверно только поменять по что все остальное тут в принципе отлично может быть кассету какую-нибудь там лайтовую поставьте не за сколько м8 тысяч весит наверно грамм 600 точно а так в целом колеса если карбончик поставить да и на бескамерку это еще перевести ух велосипед будет ну наверно да можно сделать килограмм девять с половиной наверно да единственно что вы здесь можно по щупу как уменьшить веса наверно это седло понять то что седло здесь на стальных рельсах как я прочитал в описании на сайте канон дейла здесь по моему все-таки стальные рельсы может храма либден но фиг вами не суть седло это шимановская про 143 название его вайлд сайт не знаю я проехался 10 километров в принципе я не почувствовал что там оно плохое или же хороший седло удобное это наверное главное то есть здесь есть прорезь чтобы не пережимала не передавливала кровообращение ваши и как бы вентиляция то же самое было и принципе нормально удобно и по ощущениям от езды я понял только одно то что он реально жесткий жесткий такое чувство я еду как на гравиннике но с амортизационной вилкой и с посадкой как на мтб то есть с рулем с рулем палкой руль алюминиевый вынос алюминиевый под сидел тоже алюминиевый кстати посидел 27 2 это для того сделано чтобы вот эта вот вся система как бы работала наверно или же не может ошибаюсь поправьте если что в комментариях по расцветке я бы хотел бы наверное какой-нибудь яркий тут понятно дело на вкус и цвет фломастеры и рамы разные ну тоже как бы прикольный цвет то есть идет градиент от черного и перетекает к белому то есть красивенько я думаю что да я просто наверное уже отвык от алюминиевых рулей под сидела там так далее почему то что я вот сейчас когда проехался я попробовал ну реально у нас все жестко она вообще не играет соответственно из этого нету когда ты их спринтуешь стоя на педалях нету вот этого ощущения типа вот это желе просто как ни крути карбон он все равно играет под вами особенно когда на спринтах потому что руль начинает влево то вправо шататься плюс если еще карбоновый вынос навряд ли он будет играть прям вообще никак наверно послан там жесткий прям камень а вот руль да он играет так же как и подседельный штырь но здесь играет роль не только подседельный штырь а именно сама форма перьев и система сейф микросейф или как правильно называется то есть имитация подвески микро подвески пусть и здесь нет никаких не линках ничего здесь просто как видите просто просто-напросто идут перья мне еще вот показали типа смотри какой уровень карбона то есть толщина это у нас находится у подседельной трубы основания то есть толщина какая просто прям ого года и в трубе там где у нас идет вот это вот нижняя труба да здесь карбон тоненький как бы потоньше то есть здесь я так понял тоже типа оля ботинг потому что идет у основания толще и к центру сужается становится тоньше то есть для уменьшения веса просто я смотрел вес рамы 800 там плюс 800 плюс грамм рама 1 весит соответственно поэтому и сам велосипед очень очень мало весит тем более учитывая какое здесь оборудование установлено это вес очень очень хороший как вы считаете по вашему мнению хороший это велосипед или нет пишите об этом в комментариях вместе почитаем порассуждаем взяли были вы такой велосипед или же типа собрали бы сами но здесь реально вот как ни крути рама легкая прям легкая легкая ну и вилка фокса и в африке фокса хотя в африке кто титан рейсе суть не важно ну прикольно так что всем спасибо за внимание не забывайте про подписочки лайки и комментарии вот тут вот снизу можете написать на этом все с вами был андрей канал кита велик всем удачи до новых встреч пока